Добрый вечер! Прошла неделя, как всегда, мы приветствуем вас здесь, в Петербурге, на Маховой улице, в знаменитом учебном театре, знаменитой театральной академии. Сегодня у нас в гостях актер, которого режиссеры поначалу не хотели снимать за слишком интеллигентное лицо. Но потом прошло время, и он открыл новую эпоху в нашем кино, эпоху нового социального героя. Он играл в пьесах Ван Пилова, Володина, Шикшина, Чехова. О нем говорили, вот не герой-любовник, а не влюбиться невозможно. Встречайте у нас в гостях представительный актер, народный артист России Станислав Лепшин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А почему вы однажды похвалили Галину Борисовну Волчу, художественный руководитель театра «Современник», за то, что она поняла, как правильно с вами общаться? Вот как с вами правильно общаться? Ну, уважать начинать сразу. Раз. Так. Понимать, что я тоже человек. Так. Можно даже любить. И, так сказать, сочувствовать мне, переживать. Почему я так сказал? Потому что я очень нервный человек. Когда я был совсем молодым, и одно дело мы в училище там работали, играли, а потом попадаешь совсем в другую среду уже опытных актеров, и ты, конечно, тушуешься очень сложно, и в себя не веришь, и все такие авторитетные, и все актеры надменные, они значительные, они уже кто-то, ты ничтожество, никто. Этот комплекс сидит в тебе, это тебе не помогает, мешает, а вдруг ты обнаруживаешь человека, который смотрит на тебя внимательно и говорит, Слав, ты вот подумай, как. Она мне никогда не показывала, когда мы репетировали. Вот подумай над этой сценой. Я там день-два думаю, прихожу, проигрываю куски, а мы начинали с пяти вечеров с Володина. Замечательные пьесы, я студент Славку там репетировал, а потом играл несколько лет. И вот каждая репетиция подумай, 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 и так потихонечку она видела, что во мне роль созревает. А если бы она меня тыкала, или бы учила, как надо, или показывала, вот я очень люблю, когда актером режиссер показывает, как. И почему я Галина Борисовна Волчок очень люблю, я считаю, она моя первая учительница вот в такой профессиональной жизни актерской, потому что она понимала и помогала, сочувствовала мне в моей печальной жизни. И тогда у меня получилась роль. Скажите, Астанислав Андреевич, а кто был тот, хочется сказать, злодей, который сказал, что у вас слишком интеллигентное лицо? Ну, его сейчас нет в живых. Он не только мне сказал, он Эдику Марцевичу. Мы учились вместе с Эдиком на курсе, и ассистент ходили, выбирали молодых артистов. Была такая полоса, когда молодежью интересовались уже. Ну, а мы на каком-то с ним были третьем курсе, на четвертый не перешли. И мы пошли, а он снимал там про каких-то ребят, которые то ли бам строят, то ли высотные эти провода тащат сквозь тайгу. И мы пришли, сидим в коридоре. Он нас очень вежливо пригласил к себе в кабинет, посмотрел, и сказал, ребята, вы никогда в кино, не будете сниматься. Мы говорим, я не успел чего-то спросить. А Эдик говорит, а почему это? Тот говорит, у вас слишком морды интеллигентные. А я сам-то из деревни. У нас зеркала не было, я не видел, как я выгляжу. Я не считал себя интеллигентным человеком. Я не обиделся, а Марцевич обиделся. Когда он снимался у Бондарчука в войне и мире, какого-то там графа играл. Позвонил этому режиссеру и сказал, вот видите, а вы-то ошиблись, я уже снимаюсь в интеллигентной роли. Но слово «никогда». Это же страшное слово «никогда». И вот так получилось в жизни, что еще позвал какой-то меня режиссер, не буду говорить какой, его тоже в жизни нет. Режиссер очень хороший на прекрасную роль. Я вошел, он на меня взглянул и повернулся сразу от меня и стал в окно смотреть. А я встаю в растерянности. Вот такое впечатление, ну, когда нервные люди попадают в такие ситуации, они выносят боль от всего. Не хочется больше туда ходить, на этот киностойт. Ассистентка видит ситуацию, говорит, вы знаете, вот такая история, он такой, он там Чехова читал, он даже Шолохова читал. Все за меня, какие у меня достоинства есть. Потом кончается аргумент, она говорит, ну, вы посмотрите, какая шея-то у нее худая. А он говорит, ну, тогда тем более он не должен у нас сниматься. Я ушел оплеванный. И вдруг мне звонок, звонят. Вы знаете, с вами хотел бы Марлен Мартынович Хуциев. Вот, вот. Хотел встретиться. А я уже был потрясен и влюблен в фильм «Весна на улице Заречной». Я думаю, какой режиссер, какой фильм. Думаю, сейчас оскорбят наверняка. Ну, пойду, посмотрю, еще фамилия какая-то странная, Хуциев. Прихожу, до студии Горького встречает второй режиссер. Какой-то невысокого роста, человек с короткостриженной. Такой причесочкой почти ничего нет, как солдатика стрижут. Чего-то, по-моему, у него один зуб был, как-то он так улыбнулся. И мы пошли. Я все думаю, Хуциев там же. Он берет меня как-то под руку подозрительно. Я так говорю, что вы себе позволяете? Мы входим в студию, поднимаемся, открывает. Он дверь разворачивается, выясняется, это он Хуциев. Я стал так хохотать от всей этой ситуации. Ему что же лет-то было не тогда мало? Мало, да. Это сейчас мы 85? Да, 85. Светлана Павлович, да. Простите, пожалуйста, у меня был еще такой пиджак. Мы с Марцевичем все героев хотели играть в студии, когда учились. И мы, чтобы были убедительны, так как мы действительно были очень худы, в те годы, летом завезли теплое китайское белье. Вот такой толщины майки. И мы с Марцевичем под пиджак не одевали, чтобы казаться, придешь, ты сразу герой, и тебе, конечно, роль такую дают. Ну, а это всех смешило только. И вот, на мне был пиджак, а там это теплое китайское белье. 30 градусов температура летняя. Он мне сказал, ну-ка, сними пиджак. Я не стесняюсь, снял. Мне как-то легко стало. И он мне говорит, Слава, все, я тебя утверждаю. Сразу? На эту роль сразу. То есть он на вас посмотрел? Да, посмотрел. И сказал, я тебя утверждаю. Я думаю, ну, наверное, тоже обманю. Думаю, какой страшный человек. А какой фильм хороший-то снял. Ну, а когда мы с ним подружились, он всем, современник, приходил. И он говорит, ну, как ты артист нашел? Вот, Слава, я утвердил. Думаю, два месяца он всем рассказывает. Думаю, какой же он страшный удар хочет нанести. А потом, когда мы с ним подружились, он вспомнил. Он пришел в театр «Современник» смотреть спектакль. А я числился три дня, зашел в театр. Три дня как я только в театр зачислен. И почему-то уже сразу в бухгалтерию пошел. Пришел я в бухгалтерию. Мне говорят, вы рановато еще. Молодой человек. А тут говорят, ой, кто-то заболел, надо срочно вот там. Дают пиджак тоже какой-то зеленого цвета. Лыжные спортивные штаны и на сцену выталкиваю. Я три фразы говорю там. Типа, ну, я поехал что-то. И вот он запомнил меня, как он сказал. Он вас видел на этом выходе? На этом выходе. Вот как складывается интереснее. Когда взрослым стал, стал размышлять. Как это вот судьба завязывается? И он посмотрел и сказал ассистенткам. Он не знал, кто я там, что я из себя представляю. Он сказал, пригласите, пожалуйста. Помните, такой длинный худой артист, он играл в зеленом лыжном костюме маленькую роль. А я уже в пяти вечерах играл. И она говорит, ну, это любшина и привела меня. Вот так мы с ним встретились. Моё первое, второе, третье и десятое впечатление о работе Станислава Андреевича, теория славы, это впечатление трудоголика, человека очень ответственного и употребляющего все свои душевные силы на достижение правды пребывания и существования в кадре. Меня это потрясло. Это, по всей видимости, школа, которую он заканчивал, сказалось в том, что он иногда доходил в своих репетиционных моментах, мы репетировали очень часто на квартире у Марлены Мартыновича Хуциева, до того, что мы, его партнеры, уже были в изнеможении в его поисках этой правдивости. Поэтому мне кажется, что он из всех трёх главных персонажей наиболее правдив. Пропустим. Слушай, Слава, никогда не думал, что ты против мирного сосуществования. Да я-то не против. Пропустим. Нет, пусть враги мира пропускают этот тост, а мы выпьем. Серёженька, Серёженька, ты закусываешь? Серёженька, Серёженька, всё-таки хорошо из армии приходить, все тебе рады. Выходит зря, мой старый друг, мы берегли свою свободу, ведь сберегли мы её одиночество своё. А что для вас этот фильм? Ну, этот фильм, понимаете, судьба, с этого все в жизни началось. Во-первых, Марлен Мартынович, чем он славен? Он, работая над этим фильмом, во-первых, сценарий был Иван, потом он мне говорит, давай его, ты будешь играть, давай его Славкой назовем. Но мне хотелось играть роль то, что Коля Губенко играет. Ты чего? Ну, там возможностей было больше, иронь, юмор, какая-то зрелость уже была. А Колька, он учился еще во ВГИКе, он студент был, а мы уже с Валей Поповым были же артистами. И как-то, ну, мне неудобно было просить, когда Марлен Мартынович пришел с Ритой Пелихин, с нашим оператором смотреть «Пять вечеров», я играл Славку, тоже Славка, в пьесе Володина Александра Моисеевича. Я играл так бы, как играл бы Фокина, я показывая. Я уже был в какой-то степени опытен. И Хуциев это понял. Зашел за кулисы и сказал, Слав, ты мне показываешь, как бы ты играл, но я уже сколько и договорился. Уже нельзя. Я говорю, да нет, ну что вы, я просто играл. Ничего я вам не показывал. Ну вот, мы так здесь работали. А вам не было обидно, что фильм почти два года пролежал на полке? Меня знаете, что потрясло? Сначала судьба фильма была потрясающая. А мы были молодыми людьми, нам было интересно обсуждение, как критика обсуждают, как чиновники наши, там министр, кино из ЦК Фурцева приехала на сдачу фильма. И Марлену Хуциеву намекал, чтобы он просверлил отверстие для ордена. Это было первое обсуждение. Ростоцкий говорил, Марлен, если бы нам такой талант, нам бы легко снималось кино. Другие говорили еще чего. А Луков, который, помните, «Большую жизнь» снял, много фильмов, когда мы смотрели фильм, сидели с дачи, он сидел за нами, такой огромный человек в черном костюме, и у него четыре Сталинской премии было. Вот он сел за нами, когда закончился фильм, а он был против нашего фильма, не хотел, чтобы запускали его. Много людей, которые не симпатизировали Хуциеву. И когда мы вот так поднимаемся, вдруг, смотрю, у него нет наград. Вот. Меня это удивило. Все хвалили, что это соцреализм, что Ленинскую премию. Все, Тарковский, молодые режиссеры, все там, Тарковский, у меня записку такую роскошную написал, какой я замечательный. Да-да, все это. Поехали в ВТУ, там сидим, уже уставшие, обалдевшие от всех этих красивых слов. Картина получилась, Москва такая красивая, поэты подъехали, которые снимались. И приходит Луков. И говорит, Марлен Мартынович, можно вас на минуточку вызывает, отрывает от стола и говорит ему, Марлен, простите меня, что я вот вам мешал, что я был против. Я сейчас посмотрел ваш фильм. Я понял, что я всю жизнь врал в своих фильмах. Вот такая история. Но потом те же люди, когда Хрущев разнес такие глупости, мне хотелось встретиться с ним, поговорить. Я имею в виду с Хрущевым, что он не прав. Картина советская, красная, никаких дурацких ошибок. Что он сказал за картину? Вы напомните тем, кто уже не стал... Ну, он сказал, что это антисоветщина, еще чего-то там. Ну, какие-то, я уже не помню, ну, какие-то гадости говорили. Хуциев вынужден был в правде. Я не видел фильм, но это безобразие. Я тоже работаю в Иванове на Ткацкой фабрике, мы даем планы, вот, шьем женские костюмы. Что это за фильм? Я, правда, не видел. Вот такие статьи были. И Хуциев выехал с квартиры на Ленинских горах, снимал квартирку маленькую в доме, чтобы его не убили хотя бы, потому что такая атмосфера над ним нависла. И четыре года его... Он хитрит, там фразочку его довели до такого состояния, что он уже просто обалдел. А что раздражало? В картине или в Хуциеве? В картине что-то? Да. Отыскали. Там самая опасная сцена. За что зацепились? Вот там сцена, как мальчик, вот Валя Папа играет, приснилось, причудилось, явился отец, который погиб под Москвой. И вот такая сцена. Валька сидит, и отец является ему. И идет разговор. «Пап, как жить? Ну, как вот сейчас мне жить?» Тот говорит, тебе сколько лет? Мне 22. Отец говорит, а мне 21 был. Как я могу тебе советовать? И уходит на фронт. Там еще такая сцена трогательная была, что Валька родился, отец навестил маму его, ушел и под Москвой погиб. Так все говорили, что это он спрашивает? Отец не может ответить. Как? По кодексу коммунистического нашего этого. На стенах висел. Жить по кодексу. Что это такое? Он не может ответить сыну. За это цеплялись, еще за что цеплялись. Ну, короче говоря, о фильме уже Феллинин знал. Забавная сцена была пресс-конференция Феллинин, когда он 8 с половиной привез в Москву. И мы пошли с Марленом, значит, тоже до этого встречи. Зал вот, ну, поменьше. Конечно, этого много народа. А у всех приглашений. У нас Герасимов отдал свой значок. Марлен тот, как разведчик, вот так показывает. Он на меня говорит, это со мной. У нас белые рубашки, жара, черные воротники встали. И вот мы стоим в центре. А Феллини говорит, ой, мне так нравится аудитория. Я смотрю, здесь так много крестьянских лиц, таких же, как у нас в Севере. Крестьянских. Да, все смеются. Мне бы хотелось бы познакомиться с Марленей Хуциевым. И вдруг весь зал вот расходится по стенам. И мы вдвоем стоим. А кто-то говорит, вот он. Он сбегает. Ему. Марлен говорит, это мой артист. Я тоже говорю, слава. Он говорит, Федерико. Бежит за своей женой Джилетто Мазини. Она говорит, Мазин, Джилет. Марлен целует ручку мне. Я так думаю, что это я с заграничным артистским руки буду целовать. Говорю, слава. В переводе я ей говорю, Глория. Она говорит, ой, я, я, Глория. По-итальянски. Вот познакомились. Все в восторге были. Потом довели до такого состояния, что все исправил. Он поменял. Много испорчено было. Картина называется «Мне 20 лет». Завтра премьера в Доме кино. Вдруг звонок. Марлен Мартыныч, надо еще вырезать одну сцену. Тот, по-моему, матом заорал уже в телефон. До каких пор это? Не волнуйтесь. Завтра у вас премьер. Постарайтесь. Когда ночью, поезжайте в монтажную, там сумеете вырезать. А что вырезать? Хрущева. И последний кадр, который он вырезал, был сам Никита Сергеевич Хрущев. Ровно 9 метров. Что получилось? Хрущев стоял там, демонстрации. Мы проходим по Красной площади. Вся молодежь, демонстрации прекрасны. Счастливые люди, радостные. Хрущев стоит, много членов этих наших политических бюро. И Кастро прилетел. Но когда он вырезал Хрущева, он одного же не мог отрезать. Он вырезал все в политбюро, и остался один Кастро. Идет демонстрация, а Кастро маршет. Вот до такой глупости доверлим. Вот так вот он. И только через 20 лет восстановили. Хотел спросить, мы сейчас видим версию. Уже тот, да. Можешь сказать, что вы этим фильмом, выражаясь громким языком, таким известной фразой, путевку в жизнь получили? Да, вот после этого фильма столько предложений было разных. И даже мне приходилось отказываться. Я уже стал выбирать. Какая счастливая жизнь началась. Да, да, да. Я понимал, так как я характерный артист, я хотела играть разные роли, чтобы разный был. Чтобы меня не использовали в одном плане. Это конец для актера кино. Когда он одно... А ведь это именно почти и случилось. Вас все увидели вот таким. Наверное, таким вы хотели видеть дальше. Когда я сыграл разведчика, мне тоже в Тегеране предлагали, потом я отказался. Все удивились, Игорь Костолевский играл. Вы должны были играть эту роль? Да, мне предлагал Аллафина. Ну, хочется же, разве не хочется молодому актеру больше ролей, больше известности, больше денег, больше славы, да. Ну, я бы продолжил ваши мысли. Больше славы, да. Хороших и разных. Но есть одна роль еще, когда вышел другой фильм, который сделался феерически популярным, феерически популярным в Советском Союзе. Давайте посмотрим небольшой фрагмент. Капитан Дидрих здесь? Да, да. Капитан, что случилось? Добрый день, ясно-вельможный пан. Добрый. Мои гранаты вас не задели? Слава богу. Я не хочу, чтобы он это слышал. Поэтому пану поручили покушение на Генриха. Оригинальные мысли. Племянник штандартенфюрера, сподвижник самого Гиммлера, карательные экспедиции, награды, расстрелянные виновники, которые вами уже пойманы. А что было бы со мной? Это было единственное свидетельство. Хорошо. Мы должны забыть об этом. Вот новый жанр – это сериалы, телезионная история. Немцы, мундир надо уметь носить. Вот вы с удовольствием пошли на это? Я вам должен тогда очень серьезно рассказывать все. Я… Понимаете, какая история? Немцы подходили к Москве, а мне было 8 лет. И мы с другом решили рвануть на фронт. Мимо нашего дома проходили танки. Шли солдатики в белых, защитного цвета, халат. Там пулеметы везли. Они доходили до церкви у нас там. А теперь это Алтуфьевское шоссе и шли в сторону Дмитрова. И… А ребята молодые были танкисты. Они еще не знали, что такое война. Где-то пару раз там, под Свердловском, на танки прокатались и их на фронт бросили. Ну, один нас взяли. Мы едем на танки внутрь. Уже на фронт ушли. Ушли на фронт. Доехали мы до церкви нашей. Вдруг… Это было 5 декабря 1941 года. Яркое, голубое-голубое холодное небо. 40 градусов мороза. И дебилетский самолет вот так летает. А летает на пространство, где примерно 3 километра железная дорога, лежат склады. Бомбы, снаряды, как горбыли, как доски, как брюк. Вот так, на всем пространстве. Если бы он сбросил бомбу, а это заготовка была, чтобы везти на фронт туда, в сторону Дмитриева, от Москвы бы ничего не осталось. Вот этот самолет летает. Тут тревога. Солдатики почувствовали, что такое война. Нас вытащили. За шкирку под танк запихнули. Все выглядывают. И за ним наш самолетик летает. Летает. Они уходят друг от друга. Вдруг немецкий бросается в сторону этого склада. С ревом летит и бросает бомбу. Серая бомба. Тут сирены завыли. Ужас какой-то. А на нас это не действует. Мы же не знаем. Дети, 8 лет. Нам все интересно. Вдруг эта бомба разрывается. Это не бомба. Это, оказывается, мешок с листовками. И вот тут я увидел, что такое паника. Или вот когда, говорят, огромная масса людей, охвачена ужасом, страхом. Вдруг все эти солдаты, бросив свои винтовки, бросились за этими листовками, которые так медленно, на железную дорогу. Мы побежали в этой толпе, зацепив догой за одну рельсину. В физиономии ударили себя другую рельсину, себя в крови. И тут солдатики поняли, что это война. Нас взяли, выкинули. Танки заревели. Развернулись в сторону Дмитрова. А мы пошли домой. Опозоренные, что нас не взяли на фронт. И вот я прихожу домой. Мама болеет. Брат болеет. И сестра. Печень топлена. Такой же холод в доме. Мне 8 лет. Моя задача – дровишки найти. Рядом с нами лес. Я встаю на лыжи и туда. Пилу двухручную, большую пилу. И спиливаю дерево. А там готовили эти самые надолбы, кресты ставили, чтобы немецкие танки не прошли. И одно место было свободное. А там было болотистое место. Я наступил и прямо туда провалился. Я начинаю уходить. Трепыхаюсь. Берега обрушивается. Я вот так ухожу. Ухожу ее. И никого нет в лесу. А вот у женщин есть потрясающая, гениальная интуиция. Вот где ребенок? В эту секунду мать встает на лыжи. Остег был свежий. Следы были единственные. Она по следам приезжает на то место, где я уже вот так. Я увидел, она с горки как закричит. Сует мне лыжи. Ну, и я уже вот так меня вытащила. И сапоги мои, валенки и все, и трусики, все там осталось. Она меня взвалила на плечо. А рядом в деревне, где мы жили чуть-чуть дальше, в лесу была какая-то землянка. И жила старушка. И говорили, что она ненормальная. В деревне не хочет жить, живет только там. И вот туда меня везут. Баба вносит, а у нее жарко. Все хорошо. Он у меня там поразил вот стол в два раза длиннее сахар. Лежит колотый. Вот такая гора. Чего себе. Да. Она летом-то до войны все собирала. Она одна жила. И самовары вот меня начинают отпаивать, чтобы я не заболел. На печку закинули. Мама сидит. Съездила на лыжах, привезла там теплый. И говорит, Слав, ну все, 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 хватит, хватит. Поехали, поехали. Ну ты согрелся? Я говорю, нет. Мне опять чай с сахаром. Опять поехали? Я говорю, нет, нет, не согрелся. Все, тяну, тяну. Бабушка говорит, ну пусть он останется до утра. Я остался до утра, потом, значит. И вот для меня, когда мне предложили сыграть, это мои детские воспоминания, я сейчас серьезно говорю, что я хотел бороться с фашизмом. И вот, как это наивно многим мне покажется, я вот в этой роли пытался свое, то пережит в детстве свои страдания, все, что страна пережила, попытался здесь сыграть. А как, если вы говорите, я был деревенский, я видел вокруг деревенскую жизнь, деревенских людей. Откуда в этой жизни вырос вот этот росток, имя которому театр? Ну как было? Это в деревне что? Там очень много каких-то настоящих событий происходит. Женщины, наши мамы, они чем занимались? Бамы на скотном дворе. Это в 4 утра первая дойка, там в 4 вторая настрой. Заниматься нами некогда. У женщин жуткая работа тяжелейшая. Ну, женщины ведь не только должны там пахать, строгать, доить коров, просят выращивать. Ну, какая-то духовная жизнь должна быть. А как ее в деревне организовать? Драм-кружок. Вот тетки организовали драм-кружок. Люди построили сцену там из плохо сбитых досок, и они стали репетировать. Катерину в грозе, а они сразу такую заявку. Мы Островского будем ставить, вот эти дойщики, там, сторожа, конихи. А почему и нет? Отец, когда с фронта вернулся, тоже посмотрел, как мать репетирует. А там для него была страшная сцена. Она была очень красивая, ей надо было с этим конихом целоваться. Он героя играл. И вот отец не мог все это перенести. Он занимался в музыкальном кружке, играл на мандолинах. И когда вечером спектакль съезжались в три деревни, все приезжали, мужики так в поглаженных рубашках, без галстуках сидели. Женщины там пытались что-то, венчик-мир сделать, шиньон какой-то такой. И такая публика строго сидит, а они играют, значит. И вот когда приближалась сцена, мать должна была целоваться с этим конихом. Отец не выдерживал, выходил на сцену, садился и на мандолина играл «Интернационал». В зале кричали «Андрей, ты нам мешаешь!» А он, пока эта безобразная сцена с его точки зрения не кончится, не переставал. Он «Интернационал» сдал и из-за успонотного играл почти. Но потом самые страшные для матери начинаются. Он ночью начинает выпить, конечно. И говорит, не стыдно, с каким-то конюхом на глазах у всей деревни целуешься. «Андрей, это же не я, это же…» «Как это не ты?» «Это та женщина, кого я говорю, ну я-то тебя вижу!» Он опять, значит, выпивал. А за соседней стеной, там тоже жила женщина, которая тоже тяготела героическим образом, тоже с каким-то другим уже, конюх номер два, с ним целовалась, там тоже ее начинает жучить. Можешь говорить, как это вы, да чего опустились, на вас все смотрят, а вы вместо… Тони кричит, слушай, отстань от нее, да в четыре вдоки, ты тоже молчи, тоже… И вот всю ночь скандала, ты тут свидетель вот этой новой пьесы, которая на наших глазах сочиняется. А когда вы в настоящий театр первый раз попали? У меня приятель был, ходил в Большой театр. Он ходил в Большой театр, и меня говорит, Слав, пойдем посмотрим, там поют, а по радио только. К нам театр не мог приехать, кино тоже почти не привозили в нашу деревню. И мы с ним поехали, где-то ночку постояли, извините, купили билеты, пошли, пел и играл Лемешев. Он любимый артист, играл Ленского. Вот мы сидим где-то на галерке, и когда Лемеш там играет, пел, куда-куда вы удалились, и там сцена, когда его убивают, он падал, зрительный зал, плакал. И я плакал. Потом мы идем из театра пешком далеко, домой добираемся ночью. Я думаю, а чего я плакал? Вроде бы условное искусство, ничего, и такое воздействие было. Когда Козловский пел в очередь, когда его убивали, он там бум, на пол, и все думали, ну, чего же вы раньше не убились, он так падает плохо. А Лемешев народ так любил, это такой артист. Вот он артист. И совсем уже было потрясение, когда я попал в Амхат. Я увидел три сестры. И Степанова, стоя спиной к зрительному залу, сказала, в Москву, с этого спектакля там начинается, я обалдел, и все. Я учился кислородно-сварочным техниками. И я, значит, ходил, смотрел пять раз. Вы так легко употребляете слово, словосочетание кислородно-сварочным, и мы не очень поняли. Я техник по сварке. А зачем вы туда пошли? Ну, это жизнь нас заставила. Мы же жили в трудном районе, и очень тяжело, я летчиком хотел быть. А брат мой пошел, он физически крепче был, он на стуле покрутили, он не прошел. Я знаю, что я не такой здоровый, как он, я не пошел, чтобы не разочаровываться. Хотел я тогда поступить в конструкторский авиационный техникум, он был далеко за ЗИЛом, там надо было часа четыре, в одну сторону, часа и назад. Это невозможно было для меня. Короче говоря, а там в кислородно-сварочном техникум стипендию платили. Я не знал, что такое сварка, ничего, не знал про это. Но зато стипендия была 70 рублей. А когда я в театральном учился, 220 на первом курсе, а там 70. А на 70 можно уже брать сестра и маме помогать, которая в совхозе получала рублей 20-30. Ну, а потом я увлекся, и когда я заканчивал, то я даже защитил диплом, мне его предложили в печати опубликовать. А мне это не важно было, я уже поступил. В смысле, был такой хороший диплом? Да, 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 да. Я уже поступил в театральный училищ, и я не стал опубликовывать. И вот, когда меня приняли, чтобы закончить эту главу, я тайно пришел домой и решил родителям сказать, что вот я там в армии занимался самодеятельностью, потом в кислородно-сварочном техникуме, все занимался. Думаю, надо пойти себя проверить. Вот поступил, и думаю, пойду и скажу. Отец смотрел телевизор, там Козловский поет романсы, за ним хор так полукругом стоит. Я говорю, вот, мам, и пап, так это. Мать почему-то заплакала. Наверное, подумала, что мне тоже с ней. А да, с Конихом целовалась, а мне тоже неизвестно, с кем придется. Поэтому заплакала. Жалко сына стал ей. Отец долго смотрел, молчал на экран и сказал, вот, если ты будешь, как он, показав на Козловского, иди. А если вот кто за ним полукругом, не надо. А как узнаешь, каким ты будешь? А потом так получилось в жизни, что я на радио записывал стихи Пушкина, а Козловский пел романсы. И был перерывчик, сидели там, меняли пленку. И я так набрался смелости, рассказал ему этот эпизод. Он говорит, вот ты домой скажи, что ты лучше меня. Я говорю, а вот Иван Семенович сказал, что я лучше его. А вы, мол, все, сомневались. Вот такая история была. А когда родители, вот, мама, наверное, в первую очередь, ну, как-то отценили ваш этот шаг? Ну как, она вот как-то стала переживать и боялась очень. Отцу-то все равно было. Он пришел с войны и бросил нас. Мы его ждали, а он нас бросил. Мы как-то понять не могли. Приглашали на премьеру фильма. Мама, да. Премьера была в нашей деревне. Да. Назывался фильм «Если ты прав». Это вторая роль была. Застава не была выпущена, а вторая роль была. И там показывали премьеру. И я вот вышел на сцену нашей деревни. Меня же все знали. И как в зрительный зал бабы все как-то заплачут. Почему? Ну, как вот Славка вырвался в люди. А мы тут, мол, все, коров дуем. Ну, как жалко. Вроде теперь я чужой человек для них. Я же там, а они здесь. Как заплачут себе. Ну, меня механик взял за кулисы. И мы из будки смотрели. И все время с ним переживали. За случившееся. А можно вам задать один личный вопрос? Да, пожалуйста. Я прошу прощения. Да, мы меня поймут. У вас такое красивое лицо. Слишком интеллигентное. Что вы этим хотите сказать? Я сейчас скажу. А почему вы носите бороду столько лет? Бороду? Да. А знаете почему? Потому что приходится играть как-то так в последнее время. То есть борода мне не идет, вы считаете? Да? Не надо носить ее, да? Нет, вам хорошо. Но просто мы столько лет любили вас. Так? А, ну и сейчас один человек за все ответит. Я обратюсь к ним. Поприветствуем жену в театре. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте на экран посмотрим. Давайте. А, да, я тоже видел этот фильм. Если я не ошибаюсь, вам взбрело в голову, что я, так сказать, неудачный. Я лично этого не нахожу. Считаю себя полезным членом общества и, кстати, более полезным, чем вы все вместе взятые. Вот так вот. Вот я качу по снежной дороге и солнце, и я песни пою. А через 700 километров меня ждут люди. И я им вот так вот нужен, и я к ним доеду. И мне все это нравится. Как вот вам не странно. Так что, друзья, учтите, прикидываться ради вашего удовольствия лучше, чем я есть на самом деле я не намерен. Человек должен оставаться самим собой. Самая выгодная позиция. Да, иногда вот тянет на родные места. Не получилось. Тем лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да я давно не видел. Хорошо сыграл. Да, Ир? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А любовь играть сложно? Ну, любовь – это самое трудное. Почему? Ну, потому что в жизни самое трудное явление. Это, может быть, самое грандиозное, что человеку отпущено, чтобы он узнал, что такое любовь. Вообще, любовь нельзя играть. Надо любить. Надо любить, как Чехов говорил. Любовь – это самое сложное чувство, которое посещает иногда человек. Любить можно родину, маму, ребенка, женщину. А вот как она зарождается, сам факт. Вот почему судьба сводит именно с этим человеком, а не с другим. Вот как это так? Это, наверное, сверху спущено. Все-таки любовь к жизни, любовь к пьесе. А я пошел вот в театр. Вот мне в этот день не надо было походить. А я пошел. Когда это? Ну, давно было. Так. Ну, и посмотрел на человека. Думаю, боже мой, какое чудо. Вот. Ну, разве это возможно? А потом это случилось. Вот это чудо здесь присутствует. А что такое, вот, когда складывается и роль, и собственное ощущение, и режиссер? Вот такие вещи часто бывают? Ну, бывает, вот. В данном случае с Барленом Мартыновичем, потом с Мильниковым. Вот Ксения Любимая, жена Федорова, мне очень характерную роль дал. Я когда ехал на пробы сюда, читаю, думаю, ну, наверное, сейчас опять страдающего инженера дадут. А мне хочется, уже надо было сыграть. Я говорю, мне бы вот. А он говорит, а я тебе и хочу дать. И дал мне роль вот в том, что я играл там. Вот когда режиссеры в тебе видят, что ты можешь в разных качествах существовать. В кино же редко там предполагают. Или Ваня Духовичный дал мне роль в фильме «Черный монах». Вот если так собрать мои роли и поставить меня вдаль светлую посмотреть. У вас нет фрагмента? Вдаль светлую у нас нет. Тогда я почитаю, может быть, да? Хотите? Хотим. Да, как вы читаете? Так, сейчас я приготовлюсь. Знаете, как это? В цирке они разминают или штангист поднимает штангу. Что-то так крутит, крутит. Витька! Крикнула мать в соседней комнате. Что там делаешь? Уроки. Витька стоял у окна и стрелял. Из рогатки по крыше соседского сарая. Ну-ка, иди сюда. Иди, иди, сынок. Ну, иди сюда. Иди, поговорить надо. Как тебе, дядя Володя-то? Витька пожал плечами. Обычно он так делал, когда хотел улизнуть от ответа. Ну что, не глянется, что ли? Ходит, ходит. Раз пришел. Здрасте. Лист облетел. Два пришел. Здрасте. Похолодало. Три пришел. Деревья голенькими стоят. Ну ладно, разговаривался. Молодой еще. Эх, Витька, не молодая я еще. Лет бы десять назад бы этот дядя Володя. Да нет, Витька, он так же неплохой. Ну, не орел, конечно. Какой орел, гусь? Ну, хватит. Разговорился. Времечко, сынок, прошло мое. А что, мам, с голоду помираем? Да нет, с голоду-то мы, конечно, не помираем. Ну, эх, Витька, Витька. О, вон он идет. Кто? Как кто? Хрустальный. Ну-ка, тадя так, не торчи. Вон, садись, я играю на баяне. Витька достал баян. А чего играть-то? Марш, что ли? Ну, какой марш? Генерал, что ли, идет? Чего вы там новенькое проходили? Ну, смешное сердце. А она грустная? Да, там есть такие слова. Смешное сердце. Беверь слепой надежды, любовь уходит. Да, сказала мать, это тут уж точно зареветь можно. В дверь постучали. Да, хором ответили мать. Вошел Владимир Николаевич, снял шляпу, стряхнул капли дождя, после этого сказал здравствуйте. Лист облетел? Спросил Витька. Да, Витька, так, отдельные листочки трепыхаются. Ну, пора уже, сегодня у нас какое-то, 27-е. Через три дня пойдет последний квартал. У вас-то не затопили? А, у вас печное. Нет, у меня паровое. С 15-го затопят. Да, Витька, ты этот, кубинский-то марш, умеешь? Нет? Ну, разучи, хорошая вещь. На вечера будут приглашать. А Олетку Янкова? Нет, не умею. А вы, Агриппин Игнатьевна? А я бы на вашем месте разучил. А что, танцевать или на баяне? Нет. На баяне. Танцевать. Ну, потом. У меня сейчас родственники. Там диссертацию защищают. Они все на известном уровне. Ну, потом. Потом. Ну, пойду. Сейчас приду. Включу телевизор, постановку. Какую-нибудь посмотрю. Ну, до свидания. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скажите, пожалуйста, как вы посоветуете нам, будущим артистам, Стоит ли нам стремиться к хорошо оплачиваемой работе? Можно ли прожить заработку авторского дома? Ну вот я когда учился на театральном факультете училища имени Щепкина, сынок был, я утром с 9 до 11 ночи в театральном училище, а целый год я сварщиком работал. Это была высокооплачиваемая работа в течение года, но ночами. Когда я в студию приходил в театральную, нам голос ставили и говорили так, возьмите дыхание, на счет раз-два-три вздохните, я брал воздух и терял сознание. Почему? Вот так? Вы сварщиком никогда же не были, но я понимаю вас. Сварщик сваривает, а мы в бомбоубежище в подвале на 9 этаже в глубину вели сварочные работы. А вентиляция единственная – это собственный нос. И в легких все это осаждается, поэтому кислорода не хватало. Вот так. Но работа была очень высокооплачиваемая. Конечно, надо получше выбрать. Не надо начать сумочек. По ближайшим деньгам что-нибудь, да. А вот здесь спрашивают, вы можете отличить любовь от влюбленности? Могу. Ну, то есть вы хотите спросить, как это? Надо в глаза внимательно смотреть. Глаза – это зеркало души, как кто-то сказал. Умный человек. Всегда там все видно. Нет, подождите, влюбленный человек, он же тоже вот там. Не надо, мы все видим. У нас опыт есть некоторый. Есть вопросы здесь? Давайте. Здравствуйте. Скажите, хотелось ли вам иногда заняться чем-то другим, иметь другую профессию? Другую профессию? Просить. Нет, так как-то меня вот жизнь привела. Я еще почему, наверное, главное не ответил. Я так назад оглядываюсь. Почему так в моей жизни случилось? Потому что у нас очень трудный район был. У нас столько впечатлений в детстве, когда читаешь сценарий или пьесу, и думаешь, как играть, возвращаешься в детство. Очень много эмоциональных таких впечатлений. Для этого надо неделю рассказывать. И вот из этого района мне очень хотелось вырваться. Не потому что там плохо было, какие люди, но очень много было событий, убийств, трагедий, драмы. В общем, у нас... То есть вам казалось, что вот тот мир лучше, да? Ну, меня тянуло как-то вот черная курица, помните, там вот она под полом живет, уходит. В марте месяце я прочитал, я так стал рыдать дома, мама подумала врача вызывать. Я вышел, уже таял снег. В деревне глубокий снег я ходил по сугробам и плакал. Мне было стыдно, что я вот плачу от мамы, чтобы она не видела. Ну, я смотрю, чего-то я... Меня как-то вот туда вот... Мне Лемешевым хотелось быть. А голос такой, чтобы так воздействовать на человека, как он. Почему-то я думаю, вот я тогда кому-то помогу. А вы когда-нибудь на себе почувствовали, вот, что я вот воздействую, вот эту силу, как вы чувствуете? Да. Особенно на женщин. Заметьте, не я вас об этом спросил. Да, да, да. Ну, дома-то поговорим, конечно. Кто это был? Спасибо вам огромное. Но программу заканчиваем обычно не моими хвалебными словами в адрес гостей, а вашим все-таки напутствием тем молодым, которые вот в вашу профессию еще только приходят. Так, значит, профессия. Профессия, конечно, если так объективно, очень сложная, очень сложная. Очень много в этом деле элемент везения должен быть, случай, чтобы в случае ваших таких мечтаний профессиональных были счастливые. Дай Бог, чтобы всем везло, чтобы вы нашли себя в жизни. А если вы найдете себя в жизни, вы найдете себя и в профессии. Вот мне кажется, это рискованная профессия. Вот, как вот, чтобы, как Иван Семенович, но не чтобы в этот круг попасть. Знаете, сколько надо работать? Не надо этого бояться, с другой стороны. Когда человек одержим, идеи всегда надо верить в себя. Я столько пережил. И когда ко мне ужасно относились, просто варварски, я думал, или люди очень злые, или они не понимают ничего в этом деле. То есть, если шутить, они не разбираются. Это мне помогало. Я очень верил в себя. Ну, и вот теперь видите, что со мной случилось. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok